Всем привет! Сегодня наконец-то зима вступила в свои права законные. Просто замечательная погодка. Сегодня хочу затронуть такую небольшую тему. Довольно часто мне, когда я в походе, ну там переход у меня какой-то, хочется немножко ноги чтоб отдохнули. Довольно часто получается, что нема где преклонить свою пятую точку приходится подбирать место постоянно. Не всегда она, допустим, красивая по виду, но где-то чтоб поваленное дерево лежало или еще что-нибудь. И часто не выбираешь именно красивые пейзажи, а смотришь в практичную сторону, чтобы удобно было сидеть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Поговорил вот об этой штуке. Немножко тут обустроился я. Такой лагерь себе сделал небольшой. Ну и сейчас мы займемся сидушкой. Палочки наши уже готовы. Что нам для этого понадобится? Кроме палок в принципе ничего. Потому что здесь у нас уже все есть. Можно конечно пользоваться пенкой, поджопником, но на ней все равно нужно сидеть на чем-то. То есть на ней просто так. Тут веревки надо меньше. Это просто мне жалко было резать стропу. Я уже потом возьму какой-нибудь шнур сюда попроще. И вот как выглядит этот стул. Да, кстати, с тем как это все делается, точнее не это именно, а вот про палки, меня обогнал немножко Влад из Днепродержинска. Вот. Но я просто хотел, я еще летом хотел его отснять, но все не было времени вот эту штуку пошить. На эту идею меня натолкнула вот эта вот конструкция стула. Продается оно в магазинах. Но я решил сделать то же самое, только без палок. То есть вот такая вот штука. Вот такая вот. Что нам надо? Нам нужно взять палки. Заранее подготовлены уже с обточенным. Ну, можно, в принципе, это не оттачивать, то, что мы делали. Но просто я думаю, что таким образом дольше прослужит вот это вот место. Не будет царапаться ничего. То есть когда мы сидим, оно же натягивается. Вот. Но, в принципе, что я сейчас сделаю? Я сейчас вот таким образом подвяжу все палки и дальше включусь, чтобы вам показать. В принципе, большой нагрузки эти веревки не несут. Даже они, в принципе, не особо нужны. Вот. Но мы уже решили делать на совесть. Теперь в районе середины. То есть мы поднимаем все эти три палки и в районе середины палок обматываем вот этой веревкой. В принципе, тут много мотать не надо. И сильно заматывать тоже не надо. Да, и широко тоже не надо наматывать. Иначе ножки просто не разъедутся. В принципе, хватит. Просто я же говорю, что у меня эта веревка, она как бы жалко было ее резать. Вот. Тут еще кусок будет свободный. Ну и все. Затем вот таким образом делаем раскорячку стула. Получается, мы сидим довольно-таки удобно, комфортно. То есть, ноги отдыхают, колени тоже отдыхают, мы не на корточках сидим, что тоже неудобно. Мы можем переговариваться по рации. Прием, как слышишь. Сейчас у нас где-то минус 7, и я тут залез в такую низиночку, сделал укрытие, ветра нету. Вообще, наверху ветер есть. Экран так работает, сейчас покажу. Смотрите. Видите, как медленно. Потому что все замерзло. Вот у меня такой быт тут, ой, блин. Быть у меня тут такой налажен. Ну и вот, вот стул наш. Здоровый, полноценный стул. Мягкий, удобный. Вот. Ну и, естественно, палки можно будет и выбросить. Потом новые спилить. Никаких проблем. Можно. Можно вот так сделать. Будет еще комфортней. Вот. Весит это совсем ничего. Я что-то взвешивал. Там получается что-то 80-90 грамм. Я так визуально взвешивал. Если вам понравился мой стульчик походный, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Заходите в гости в следующий раз. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok